Здравствуйте, жители Нарофоминска! Я, Крупчатникова Зоя Михайловна, родилась, училась и работала в городе Нарофоминске. Сейчас я нахожусь на заслуженном отдыхе. В этом году мы празднуем 75 лет победы. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. У меня на войне погибли трое, два брата и отец. Вот фотографии одного из них. Наши доблестные силы воевали на фронтах войны. Ну а я вам расскажу о другой стороне войны. Я вам расскажу о моем военном детстве, которое пришлось на годы войны. 22 июня начала войны 41 года. Немцы быстро прошли всю Европу и 17 октября уже были в Нарофоминске. Немцы заняли Нарофоминск. Начались наши мучения. Люди прятались в подвалах и погребах от немецких налетов самолетов, которые бомбили Нарофоминск. Мне с мамой пришлось прятаться в погребе. Немцы под дулами автоматов выгоняли нас из погребов и подвалов. Когда жители выгоняли из погребов и подвалов, тогда нас построили в колонну и на руках написали нам номера. В колонне были старики, дети и женщины. Мужчин молодых не было, они все ушли на фронт. Эту колонну немцы погнали в Калужскую область и пригнали в город Боровск в белую церковь. Церковь была превращена в концлагерь, была обнесена проволокой и охранялась собаками. Так в Боровске нас загнали в церковь, которая была обнесена проволокой. Здесь был пересылочный, сортировочный, фильтрационный концлагерь. Немцы молодых женщин отбирали и угоняли на работу в Германию. У детей брали немцы кровь и на органы своим солдатам. В концлагере нас не кормили, пить не давали, очень хотелось есть. Здесь мы находились пока не освободила нас Красная Армия до 26 декабря 1941 года. Это была большая радость. Мы стали возвращаться в город. Когда мы пришли в город, то здания были все разрушены. Очень много на земле валялось трупов. И здесь началась другая проблема. Началась очень большая голодовка. Есть нам было нечего. Мы собирались с матерью, ходили на поля, собирали гнилую картошку, лебеду, крапиву, и мама пекла из этого нам лепешки. Лепешки были очень невкусные, и мы их называли ташнотиками. В городе были введены карточки, по которым нам давали 150 грамм хлеба в день. Но за этим куском хлеба нам нужно было еще отстоять очереди. Мы стояли и днем, и ночью. Для нас, детей, конфеткой было. Это жмых, который привозили на станцию в вагонах и разгружали вагоны. И за этим жмыхом нам надо было еще и постоять. Игрушки для нас были, были стекляночки и лоскутики. А елку мы наряжали из бумаги, из бумажных игрушек. Игрушки делали сами. Но, несмотря на такое тяжелое время, мы очень по-доброму относились друг к другу. И помогали своим родителям, как могли восстанавливать наш разрушенный город. Во время Великой Отечественной войны погибло 12 миллионов узников немецких концлагерей. Нара оказала большое сопротивление немцам. Нару называли калиткой, которая не открылась на Москву. Немцев туда не пустили. За это городу было присвоено город воинской славы. Мы дети жестокой поры. Нам трудное время досталось. У многих отцы не вернулись с войны. Семья без кормильца осталась. Мы детство не помним свое. Да было ли оно наше детство? Какое игрушки? Какое кино? Нам не во что было о детстве. Нам трудно. Ох, трудно жилось. Но мы на судьбу не роптали. Что рано работать пошли. И хлеб свой трудом добывали. Нас жизнь закалила, как сталь. С годами мудрее мы стали. Нам некого, кроме войны, обвинять. Что детства-то мы не видали. Но приближалась победа. И 9 мая 1945 года немцы были разгромлены. Был подписан мирный договор. Но фронтовые песни не куплеты. Про километры пройденных дорог. С ними шли солдаты до победы. Но дойти лишь каждый пятый смог. Развернув гармошку рестага, Пел солдат о пройденном пути. И медаль сияла за отвагу. И ей места мало на груди. Мы о вас поем, отца и деды. И о тех солдат, чьи вечно сны. Так давайте ж праздновать победу. Этот праздник мира и весны. С Днем Победы! 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 С Днем Победы!